Салют подписчикам канала Атомасем и случайным зрителям этого видео. Буквально на днях состоялась презентация и старт продаж глобальных версий самой популярной версии смартфонов Xiaomi Redmi. Это линейка Redmi Note, уже 11 серия смартфонов, в которую вошли Note 11, 11S, 11 Pro и 11 Pro 5G. Я очень надеюсь, что ко мне прошки на обзор когда-нибудь попадут, но пока что на обзор попала только версия Redmi Note 11S. Понятно, что из 11 серии это не самый интересный аппарат, но все же смартфон интересный, друзья, потому что это легендарная линейка Redmi Note. И это, ну скажем так, условно-бюджетный аппарат, в котором есть куча современных фишек. Последние наработки компании Xiaomi в бюджетном сегменте, причем не только в техническом плане но и в плане программного обеспечения. Что касается, кстати, технической стороны вопроса, мы получаем в данном сегменте основную камеру на 108 мегапикселей, дисплей с AMOLED-матрицей, стереозвук тут есть, хороший объем батареи, памяти и много чего еще интересного, друзья. Об этом я сейчас расскажу более подробно. И что касается программного обеспечения, то все смартфоны Redmi Note 11 серии продаются уже с MIUI 13 на борту. То есть, наконец-то добрались мои руки до глобальной MIUI 13. А это значит, что в последующем вас ждут новые видосы с фишками MIUI 13, с разными ее настройками и все в таком духе. Поэтому, кто не подписан, не забудьте подписаться, ребята. А кто подписан, жмите на колокольчик. Ну и самое главное, что сейчас вот этот вот и другие смартфоны линейки Redmi Note 11 продаются на старте продаж с хорошей скидкой. Я ссылки в описании оставлю. И напомню, что я открыл канал в Телеграме, который называется «Необычная с Алиэкспресс». Там каждый час публикуются самые необычные и порой даже полезные находки с Алиэкспресс с ссылкой на покупку. Плюс я публикую там актуальные купоны и промокоды и все анонсы распродаж и акций. Поэтому, если любите полазить на Алиэкспресс, если любите сэкономить на покупках, то ищите в поиске Телеграма канал «Необычная с Алиэкспресс». Или проходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Все видосы с YouTube-канала я также туда дублирую. Итак, касательно Redmi Note 11s, ну и вообще всей 11 серии Note. Дизайн у смартфонов узнаваемый, то есть видно, что это Xiaomi. Но какие-то новшества все-таки тут есть. И основное изменение коснулось боковой грани. Она стала плоской, и смартфон у нас получается такой более квадратный по краям. Не как мы привыкли ранее видеть китайские смартфоны, такие замыленные, а вот такой вот, более рубленный. На рекламных снимках, которые были, ну типа утечкой, боковые грани выглядели более рубленными, друзья, чем по факту. По факту они все-таки не такие. То есть тут понятно, что какой-то отголосок дизайна айфона преследовался. Не знаю, как на 11 Pro, ребят, будет, но вот на 11s немного отличается все-таки внешний вид, чем на фото. Далее тут переработали, естественно, блок камер. Наконец тут нет каких-то блестящих хромированных вставок. Блок камер 11s выглядит сдержанно. Тут 4 модуля, в общем, никаких заглушек нет. Ну и все это дело нарочито из корпуса выпирает, как всегда. То есть тут как бы идет первый выпирающий блок основной, в котором спрятано 3 второстепенных модуля со вспышкой. А на этом выпирающем блоке есть еще один выпирающий блок с основным 108-мегапиксельным модулем, чтобы как-то прям вот значимость его выразить. Момент немного, честно говоря, спорный. Но в комплекте есть вот такой вот силиконовый чехол, и в этот раз Xiaomi не просто какую-то силиконовую времянку сделали, а продумали важные элементы. На первый взгляд чехол это простой, да? Но смотрите, окантовка блока камер меняет высоту, чтобы защитить блок камер. То есть тут она ниже, а где камера больше выпирает, окантовка становится выше. То есть блок камер тем самым у нас защищен. Дисплей также защищен, друзья. Смотрите, вот по углам корпуса, вот тут есть такие вот небольшие наплывы. Единственное, что мне не понравилось, так это вот то, что заглушка тут присутствует на разъеме Type-C. Многих она раздражала, но вот никак Xiaomi от нее не избавится. В остальном, ребят, сейчас я вытащу этот смарт из чехла. В принципе, в остальном, всем, кто знаком Xiaomi, ничего нового тут в дизайне и в эргономике вы не увидите. Корпус тут полностью пластиковый, задняя крышка матовая, это, конечно, хорошо. Меньше будет она заляпываться и царапаться. Три цвета на выбор есть. Вот этот вот черный, потом есть такой голубой цвет и белый. Я уж не знаю, как их там производители назвали. Говорю, какие цвета по факту. Боковые грани тут также пластиковые. По разъему и элементам управления все достаточно привычно. Качелька громкости и кнопка питания со сканером отпечатка пальцев находятся справа. Снизу есть Type-C и динамик. И, что приятно, тут оставили разъем 3.5 под наушники. Он находится сверху. Также тут сверху есть отверстие второго динамика. То есть, напомню, в телефоне у нас стереозвук. И фирменная фишка Xiaomi – это их порт. Тоже тут присутствует, чтобы превратить телефон в пульт для бытовой техники. Помимо всего прочего, друзья, из приятных особенностей можно отметить и лоток под сим-карты. Вот он тут слева. И смотрите, ребята, это не просто лоток, а тройной царский лоток, в который вы можете поставить и две симки, и карточку памяти. То есть, вы можете спокойно расширить память хоть до 1 терабайта, если необходимо. Либо, например, просто сэкономить при покупке смартфона и купить версию на 64 гига. Для повседневных задач, в принципе, объема 64 гигабайт хватит. Но учтите, ребят, что в версии на 64 гигов 6 гигов оперативки. В принципе, сейчас 6 гигов у Zulu за глаза пока что. В Poco X3 Pro, например, которым мы все с вами пользуемся и радуемся, тоже 6 гигов оперативки. Все там четко летает и не тормозит, и тормозить не собирается. Поэтому, ребята, смотрите сами. Есть 11S на 6.64 и на 8.128. У меня вот как раз на обзоре версия 8.128. Смартфон у меня появился буквально сегодня, ребят. Поэтому, если где-то какие-то ошибки допущу, не обессудьте. Аппаратом еще вдоволь не попользовался. Это такой первичный, ознакомительный, можно сказать, обзор. Далее смотрите. Как в Redmi Note 10 Pro, так и тут. Вот в 11 линейке фронтальная камера находится посередине. У нее есть серебристая окантовка. Многих это бесило. Отсюда этот момент не убрали. Решетка слухового динамика достаточно аккуратная получилась. Но места под световой индикатор пропущенных событий в ней, к сожалению, не нашлось. Можно с горем пополам оправдать это решение тем, что в телефон установлен AMOLED дисплей, у которого есть функция Always On Display. Но Xiaomi, опять же, огорчает, друзья. И делает эту функцию абсолютно бесполезной. Потому что работает Always On Display только 10 секунд после блокировки смартфона. Вот сейчас включен Always On Display. И смотрите, я вам выключился просто сам по себе. Какой тогда смысл от этого Always On Display, я не знаю. Далее, на что хочу обратить внимание, ребят, рамки у дисплея небольшие. Вот на белом фоне достаточно хорошо должно быть видно. И давайте я яркость на максимум поставлю. Смотрите, рамки небольшие, но нижняя вот эта вот борода все-таки крупная. Это четко позиционирует смартфон, как аппарат из бюджетного и среднебюджетного сегмента. Далее, ребят, экран тут у нас AMOLED. Это 6,43 дюйма. И давайте я заскочу в AID, и мы более подробно посмотрим. 1080 на 2400 разрешение. 409 ppi плотность. Частота обновления картинки 90 Гц. То есть, да, ребят, экран этот способен работать с повышенной частотой обновления картинки. Тут она максимальная 90 Гц. То есть, как в стандартном бюджетном смартфоне. Это адаптивная частота. Она варьируется от воспроизводимого контента на экране. То есть, 90 Гц у нас будет непостоянной. Тем не менее, визуально анимация, скроллы, все перемещение по системе кажется достаточно плавным. По крайней мере, пока смартфон новый. И вот буквально за пару часов использования нареканий к нему нет, друзья. Хотя рано об этом, как понимаете, говорить. Субъективно сразу могу сказать, что, ну, картинка тут приятная. Цвета достаточно мягкие. Как у любого амолед-экрана, тут присутствует, естественно, шим. То есть, мерцание, проще говоря. Но вот на глаз это мерцание не видно. Если пройти в настройки экрана, мы тут можем тему поменять с темной на светлую. Или наоборот, поменять яркость, включить режим автояркости, режим чтения, выбрать цветовую схему, поменять частоту обновления, как и говорил ранее. Но на этом все. То есть, функции DC Dimming тут что-то как-то вроде и нету. То есть, получается, у нас такой урезанный 10 секундами работы Always-On Display и отсутствие DC Dimming. Но, опять же, может быть, где-то это в настройках запрятали, потому что тут установлена MIUI 13 из коробки. Я с ней еще не знаком, друзья. Поэтому, может быть, где-то действительно настройки эти перенесли. На первый взгляд, вроде бы, MIUI 13 не отличается от той же 12-шки или 12.5. Всем нам уже привычный. Но, смотрите, друзья. Смарт этот работает на 11-м андроиде. Не знаю, будет ли тут 12-й андроид. Об этом производитель умолчал. Но что-то мне подсказывает, что все-таки 12-й андроид будет, наверное. Ну и версия MIUI пока что 13.01. Это стабильная версия. Самая первая версия 13-й MIUI. То есть, я не сниму отдельный полноценный обзор, друзья. Поэтому, вот, в рамках этого ролика разговаривать о этой прошивке не хочу, друзья. На первый взгляд, каких-то прям глобальных изменений нету. То есть, это старая, привычная нам MIUI со своими фишками. Ну и, скорее всего, со своими минусами. Но об этом, опять же, рано еще говорить. Далее, ребят, я хочу поговорить про железо этого смартфона. Потому что, на мой взгляд, Xiaomi поступили как-то странновато, оснастив вот этот вот 11-с чипом MediaTek Helio G96. Во-первых, у нас до сих пор куча народа уверена, что MTK это отстой полный, который греется как печь. Хотя это уже давно не так, ребят. И у MTK есть линейка Dimensity с отличными процессорами. Так вот, хотелось бы вот в этом вот смартфончике, честно говоря, видеть, например, тот же Dimensity 810 X700, который установлен в том же Poco M4 Pro. Мы бы оставили плюс-минус ту же производительность, но получили бы еще и поддержку 5G-сетей, что становится все более актуальным во всем мире. То есть, подход немного непонятный. Но это мои рассуждения, друзья. И в любом случае, производителю виднее. Наверняка у них есть какая-то там своя стратегия развития. Давайте по факту пройдемся. Значит, если в AIDA зайти, посмотрим, что за процессор. Значит, это 8-ядерный проц, максимальная частота 2000 МГц. Графический процессор Mali-G57MC2. И напомню, что мой смартфон версии 8128. Память LPDDR4X, а основной накопитель UFC 2.2. То есть, все довольно типично, друзья. С этой конфигурацией аппарат работает довольно шустро. Если будете брать для обычной работы смартфон, то есть, не собираетесь как-то его перегружать какими-то тяжелыми играми, то, блин, без проблем, берите, ребят. Сразу скажу, что радовать телефон вас будет так же, как Семакина радует Poco X3 Pro. В остальном, чтобы более-менее как-то понимать, на что этот телефончик способен, я, естественно, провел тест в Antutu. И телефон набрал 312 тысяч баллов. То есть, это нормальный такой показатель на сегодня для бюджетного, среднебюджетного телефона. Мой старый Poco X3 NFC, например, набирает около 350 тысяч баллов. И я вчера делал сравнение Poco M4 Pro с Realme 9i. Poco набрал тоже около 350 тысяч баллов. То есть, плюс-минус, смартфоны работают на том же уровне. То есть, исходя из опыта использования вот этих вот более старых моделей, мы можем понимать, на что способна новинка вот в лице Note 11s. Далее, ребят, одной из основных фишек телефона производитель выделяет его камеру. Тут 108 мегапикселей основной модуль, он, по-моему, от Samsung f1.9. Хороший модуль, тем более для бюджетника. Снимки получаются очень достойные. То есть, как бы, если хотите недорогой какой-то смартфон, и для вас единственный важный момент это камера, то обратите внимание на 11s. Со временем сюда появятся моды Google камеры, вообще будет пушка. Ну и, как водится, у китайцев, к сожалению, все силы, ну и деньги наверняка, были пущены на основной модуль. Потому что после 108 мегапикселей основных идут 8 мегапикселей ширик. Достаточно уже типовой модуль, привычный нам по качеству съемки с других моделей смартфонов Xiaomi. То есть, понятно, что ширики во все условно недорогие смартфоны ставят, похоже, для галочки, к сожалению. Третий модуль из той же оперы, это макро на 2 мегапикселя, причем без автофокуса. И четвертый модуль, это модуль глубины, тоже на 2 мегапикселя. Насколько он актуален, хрен его знает, ребят. По записи видео тоже ничего нового. Максимум камеры пишут в разрешении 1080p 30fps. Итак, ребят, Redmi Note 11S 1080p 30 кадров в секунду. Можете оценить качество записи звука, качество картинки. Вот так вот телефон записывает. В принципе, неплохо. Дофигища снега нападало в этом году. Ну и с камерой можно во время записи видео делать фото. Пользоваться зумом. Цепровым. И в принципе все, между модулями переключаться не получится. В остальном, ребят, тут в этом смартфоне есть и GPS с поддержкой всех спутников. То есть, GLONASS, Beidou, Galileo. Есть тут NFC-модуль для бесконтактной оплаты. То есть, в принципе, коммуникационными возможностями телефончик этот укомплектован типично. Все, что сейчас актуально, кроме 5G, в этом аппарате есть. А, ну и Wi-Fi 6, по-моему, тут нет. У корпуса, плюс к всему, нет защиты от воды. Нет беспроводной зарядки. Ну, это мало у каких китайцев сейчас вообще есть. Но касательно зарядок, кстати. Smart поддерживает быструю 33-х ваттную зарядку. Она идет в комплекте. Вот такой вот стандартный блок. И батарея тут на 5000 мАч. То есть, в принципе, все тоже достаточно заурядно. И каких-то прям каких-то необычных фишек, друзья, которыми раньше козыряли Xiaomi смартфоны. Тем более, линейка Note тут нет. Довольно типичный, стандартный бюджетный смартфон получился. Он неплохой, но и не выделяется из когорта своих собратьев. Это, опять же, мое мнение, ребят. Поэтому с ним можно не соглашаться. Единственное, тут камера основная на 108 мегапикселей. Что необычно для бюджетника. Но если мне память не изменять, по-моему, вроде уже это не первый смартфон бюджетный с таким вот модулем камеры. Ну, в общем-то, как-то так. Телефон добротный, но впечатляет не так, как хотелось бы. Будем ждать Redmi Note 11 Pro. Но и про 11s я сниму еще не один отзыв и, скорее всего, сравню его с какими-то интересными телефончиками, друзья. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Все интересные ссылки, как всегда, будут ждать вас в описании. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч. Продолжение следует...